Приветствую вас. Вопрос по поводу того, что жена человека, которая обращается за помощью, как будто бы не хочет, чтобы тот больше зарабатывал. Такое у Константина, как зовут автора, складывается впечатление на фоне того, как, собственно, супруга себя ведет, как относится к идеям, которые он предлагает, как относится к просьбам, его просьбам о помощи, которые, опять же, с его стороны поступают, и как относится к тому, что он делится с ней идеями своим, ну, относительно вот. того, чего бы он хотел, вот, относительно того, как бы он хотел, и так далее. Собственно, вопрос, который выдает автор, звучит, ну, примерно следующим образом. А что руководит женщиной, которая не хочет, чтобы мужчина заработал больше? Вот. Сам себя автор называет человеком эмоциональным, который готов гореть, как локомотив, если есть настроение, вот. И который, в некотором смысле, чувствует просадку, если этого самого настроения нет. Что хочется, в первую очередь, сказать? Какой мыслью, в первую очередь, хочется поделиться? То, что проблема, на мой взгляд, описываемая автором вопроса, его эмоциональная зависимость, о которой он говорит, на мой взгляд, является одной из ключевых проблем. Это некоторая вот неуверенность в себе, а некоторое, некоторое желание такой поддержки, при том, что у вас, Константин, совершенно, совершенно, справедливо, своя позиция, относительно реализации, относительно бизнеса, вы говорите, что всегда он всегда хотите двигаться вперёд вперёд вперед вперёд вперёд, и в общем-то, к этому можно отнестись только позитивно. Но вам почему-то нужна поддержка своей женщины. И вот так получается по ходу вашего текста, когда особенно вы говорите, что я вот уехал в командировку и там с ужасом увидел или почувствовал, да, вот, сколько идей было загублено там, ну, как вы сказали, супругой вашей. Вот, это вот вы прикладываете ответственность к сожалению на неё за то, что я, ну, что сами не уверен, не уверен в себе. Вот, так бы я сказал. И мне кажется, что основным аспектом данной ситуации является не то, почему ваша жена не хочет, чтобы вы больше зарабатывали, а то, чтобы вам поработать в своей уверенности в себе, чтобы вы меньше зависели от своей жены, чтобы вы, если, ну, если вам хочется поделиться, чтобы вы делились, потому что в общем и целом я лично плохого в этом ничего не вижу, в том, чтобы вы делились со своей женой, потому что все-таки ваша жена, вот, я не вижу ничего плохого в этом. Вот, с одной стороны. Ну, а с другой стороны, чтобы в этом, вот, в том, в том, что вы, так скажем, делитесь, делитесь с ней, с ней чем-то, вот, чтобы в этом не было для вас какой-то, ну, может быть, уязвимости, чтобы для вас в этом не было какого-то негатива, чтобы вы не чувствовали в этом себя уязвимым, если хотите, чтобы вы, ну, двигались уверенно, вот, вне зависимости от того, как ваша жена на это реагирует, вот, я мечтаю, она может реагировать так, как хочет, да, у неё могут быть, ну, свои причины и свои основания для того, чтобы реагировать вот так, как она реагирует, то есть, как бы, ну, с этим вы вряд ли можете и с этим вряд ли вы должны что-то делать. Поэтому мне кажется, что ваш вопрос, он не совсем коррект в этом смысле. Точнее, ваш вопрос, на мой скромный взгляд, является бесперспективным, бесперспективным, вот. Именно по той причине, что выяснив, вот, ну, выяснив причину и основания, по которым ваша жена действует так, как действует, вы не решите, ну, скажем так, свою проблему. А проблема это, как я уже сказал, неуверенности в себе, вот. Некоторого, может быть, ну, некоторого, может быть, страха, да, то есть, как бы, вот это такая вот проблематика, да, получается достаточно, ну, достаточно такая вот неприятно здесь, вот. То есть тут, на мой взгляд, надо бы именно поисследовать аспекты вашей тревожности и аспекты толстого, а вот вы когда, ну, вы когда, вот, стараетесь, да, когда вы стремитесь, условно говоря, там, к тому, чтобы реализоваться, вот. А вы делаете это действительно, потому что вам, ну, к примеру, вам это интересно, да, вам это нравится, или вы это делаете по, ну, так скажем, вот, ну, несколько другой причине, вы это делаете, например, потому что допустим, допустим, чего-то боитесь, вот. То есть, ну, например, да, там, вы боитесь быть неудачником, вы боитесь, что у вас, там, к примеру, не получится ничего и так далее, вот. То есть я бы, я бы как-то, вот, наверное, в первую очередь обратил бы внимание на данный аспект на данный момент, потому что, на мой взгляд, именно это является, ну, крайне важным. Здесь. Для вашего лучшего понимания, понимания себя, для вашего лучшего, лучшего восприятия себя, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А сейчас, ну, вот, как я уже сказал, вы несколько не в том направлении, на мой взгляд, двигаетесь. Вот. Хотя, безусловно, вы можете двигаться, двигаться куда угодно. Вот. Но ваш тревожник, ваша, ваш страх не реализоваться и что-то упустить, он, в принципе, достаточно, ом, сильно чувствуется, достаточно сильно счастлив. Вот. И, как минимум, это не может не мешать вам, эм, ну, реализовываться. Вот. Как минимум, вам это не может не мешать, потому что реализация все-таки это что-то вроде, эм, творчество, вот, а здесь, ну, как бы о творчестве особо речь не идёт. Вот. Вот. Если идёт о том, что вы злитесь на свою жену, да, ну, может быть, не прямо злитесь, но вы разочарованы, вот, тем, что она вот вас не подделывает. Сейчас вы на неё, э-э, чуть ли не обижены за то, что она, э-э, не поддерживает ваше начинание. Вот. Я могу, э-э, вас достаточно легко понять. Я здесь не говорю, что, э-э, что это плохо. Э-э, ну, то, что вы испытываете, я не говорю, что это прямо негативно. Вот. Я не пытаюсь это сказать. То есть, то, что вы, э-э, сейчас переживаете, то, что вы сейчас чувствуете, это, э-э, хороший опыт. Для вас. Как мне кажется. Э-э, потому что, благодаря ему, вы увидели, те, проблемные, зоны, те проблемные, точки, которые, судя по всему, у вас есть. Так как бы. И, с этими точками теперь нужно работать. Вот. Больше опираться на себя, вот, меньше на самом деле. Рвать именно жилы. Да? Вот. А больше прислушиваться к себе и делать то, что вам, условно говоря, больше нравится. Вот. Это, как-то, вот, на мой взгляд, более, такая, ну, гуманистичная, гуманистичная история, вот, по отношению к вам. Хотя, тут тоже, в принципе, ну, есть свои нюансы, безусловно, безусловно, есть свои нюансы. И, на которые вам, ну, в принципе, нужно обратить тоже внимание, вот, потому что, если этого не сделать, вот, то ситуация будет несколько для вас тяжелой, конечно же. Теперь. А, что по поводу женщин? Да. Что по поводу того, почему жена не хочет, чтобы вырабатывала? А, вы, вот, прив... ну, приводите, вот, такой пример, что обычно мужик там ничего не делает, но обычно мужчина выступает таким вот, таким вот, ну, пассивным больше. Вот, а здесь вы говорите, что, ну, здесь вот она, я, 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 как-бы, как-бы готов, я стараюсь, но, как-бы, вот, она вставляет так в колесу, ну, грубо говоря, да, грубо, грубо, грубо говоря. Вот, как-бы, вот, непонятно, почему так. А, смотрите, на самом, на самом деле, о-о, как, мне кажется, не так вообще важно мужчине или женщине, то есть, как, бы, нет разницы между тем мужчина или женщина, там, выступает, а, в качестве какого-то, ну, вз redeстратора. сдерживающего элемента, например, а здесь важно больше характера людей, в какой-то степени психологические их портреты и коммуникация в паре между собой, что и определяет то, что по факту происходит. Ваша жена вполне вероятно чувствует, что у вас есть особое отношение к реализации своей, чувствует, что вы достаточно серьезно заинтересованы в том, чтобы реализоваться. На вас это прямо вот влияет, да, влияет достаточно сильно. И, соответственно, это автоматически для нее, как для женщины создает угрозу. Почему? Потому что неизвестно, что будет, если у вас, допустим, получится реализоваться. Неизвестно. Неизвестно, как вы себя будете вести. на какое-то, ну, большое количество, там, к примеру, денег или успехов или чего-то такого, да. Неизвестно. А неизвестно, ну, по крайней мере, для нее неизвестно. То есть ей кажется в этом некоторая угроза вам, а себе. Это первый, первый. Здесь может быть и страх того, что вы можете уйти, здесь может быть страх остаться одной. Здесь могут быть довольно разные моменты, довольно много, может быть, всевозможных причин, как мне кажется, по крайней мере. Важно, на мой взгляд, опять же, не это, а то, что ваша, например, жена, да, не самый уверенный в себе человек, очевидно. Вот. И, судя по всему, у нее несколько специфическое отношение к деньгам. То есть вот сказали, что когда денег нет, она выдыхает с облегчением. Как-то вот вопрос ответственности, ну, в том числе личной ответственности для нее, вот, судя по всему, является несколько проблемным. Вот. На мой, по крайней мере, взгляд и на мое предположение, но обращаю ваше внимание на то, что худшее, совершенно худшее, что вы можете сделать для себя, для своей жены, это начать говорить про проблем, если ваша жена все устраивала. То есть не надо никого насильно лечить с Константин. Если бы ее не устраивало, если бы ее что-то не устраивало, то, скорее всего, что-то бы она уже давным-давно поменяла. Если она ничего не меняет, значит, скорее всего, ее все устраивает. Вот. А значит говорить ей о том, что вот у тебя такие проблемы, такие трудности давай и хряща, их меняя, и меняя что-то не имеет никакого смысла. Вот. Имейте это, пожалуйста, в виду. Это важно. Это очень важный момент. Очень важный момент. Потому что если вы будете пытаться свою жену застолать, если вы будете пытаться на свою жену давить, ничего хорошего из этого не получится. От слова совсем-совсем. От слова вообще. Вот. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. Вот. Я специально несколько раз об этом, ооо, как бы об этом говорю. Вот. А мне все это очень важно. Нет. Нет. Способы лучше. Нет. Лучше способы отношения разрушат, да, чем вот начать человека лечить. Вот. Поэтому никого лечить не нужно. в принципе. А больше внимания нужно уделять себе. О чем, собственно, и была, так скажем, вот первая половина моего ответа, моего ответа вам. Вот. Как-то так. Поэтому, конечно, грустно, весьма грустно, что вы оказались вот в таком, ну, в такой истории. Но. Я думаю, что вы знали, что ваша жена такая была всегда. Вот. Вряд ли она сейчас. Как-то резко изменилась. Я, честно говоря, не думаю. Что она резко изменилась. Поэтому. Просто вам нужно именно с эмоциональной зависимостью работать. Вот. И ситуация будет постепенно налаживаться. Вам не нужно будет нуждаться, то есть вы не будете так сильно нуждаться в этом плане своей жене. Вот. Тут, конечно, есть другой момент. Вот. То есть, ну, тут есть аспект того, чтобы вообще в своей жене не перестали нуждаться. Вот. Но это уже вопрос, на мой взгляд. Мало того, что не относящийся к вашей изначальной теме, так еще и вопрос это, ну, на мой взгляд, исключительно такой психотерапевтический. Вот. Вот. То есть, среди вопроса можно, эм, так скажем, проработать, только уже, вот, занимаясь непосредственно психотерапией. Вот. С вами. Других вариантов, на мой взгляд, здесь нет. Константин. Вот. Поэтому, эээ, ситуация, вот, пожалуй, примерно такая. Ну, пока. Неприятное, что это, да. Эээ, конечно, это очень неприятное, но. Хорошо, что вы ее обоначали, хорошо, что вы ее заметили. Вот. В этом смысле, вы большой молодец. Вот. Вот. Вполне вероятно, что вы, эээ, куда более осуждены, чем ваша жена. Хотя это, и факт, вот, что это, еще нужно, нужно, что называется, доказать. Вот. Вон он Беккайст. Вигли дитово. Веки моропраду. Вон. 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 Принцепь и... Ну яwsдил его ван. Сгавати арвит счас беви, ну, беви, ну, беви, на... психотерапии и спаситься от своих ценностей. А вам бы, по-хорошему, свою жену бы чем-нибудь увлечь, чтобы она именно увлеклась чем-то, чтобы ей именно интересно было бы заниматься чем-то. Это было бы классно. Не так, что вы вот как бы просто предлагаете ей, что вот пока у тебя там дел нет, кстати можно заниматься этими этими, а именно вот чтобы у вас получилось прямо ее заинтересовать, чтобы она загорела чем-то. Это вот было бы прям вообще замечательно. А так, ну вот мы имеем в итоге то, что вы имеете по большому счету. Это не хорошо и не плохо, это просто реально. Но если вы сможете найти то, что ваша жене интересна, а для этого нужно вам, как мне кажется, самому постараться увидеть то, что вам интересно. Ситуация в принципе могла бы измениться. Ситуация в принципе могла бы быть несколько другой. Ну на мой взгляд опять же, да, как бы могла бы ситуация сложиться иначе, сложиться по-другому. Вполне вероятно, что так же присутствует некоторая разница в ваших интересах. То есть, что жена, честно, что там вы из одного мира, она из другого мира и, соответственно, у вас, вероятно, есть, по ее мнению, потенциал или нет. Вот, и, соответственно, привлекательность как бы ее в этом вопросе находится под сомнену. Я не уверен, конечно же, но то, что такое может быть, вполне допускал. Так что, я бы, первое, что сделал, это пересмотрел свое отношение, к тому, чем я занимаюсь, вот, я бы пересмотрел эмоциональное отношение к своему виду и роду деятельности, вот. Постарался бы сделать его более, так скажем, более, ну может быть, творческим, вот. И дальше уже в какой-то степени попытался бы продемонстрировать своей жене именно свой интерес, свой такой вот, ну, живой интерес, да. А не просто потребность, желание добиться успеха какого-то. Вот. Если это тоже важно, это тоже нужно. Но, ну ну, мне кажется. Много, мне кажется, мне кажется, фунтурным. Успех, так же как и деньги должны идти на полчага позади. важности того дела, которое вы делаете, это все важные, деньги, успех, вот, но чуть-чуть на первом месте, на мой взгляд должно выступать что-то другое. Если, понимаете, вам самому вот что-то интересно, да, если вам самому прямо вот что-то нравится, что-то прям, ну, вас, так скажем, зажигает, вот, то, ну, неужели вы думаете, да, что кто-то, ну, в том числе и ваша жена будут способны или могут быть способны. Вас с этого, с этого, так скажем, пути сбить, вот, ну, как бы, на мой взгляд, очевидно, что нет, очевидно, что не могут, не могут, потому что как, как можно сбить человека с того, что ему важно, с того, когда он, например, по-другому просто не может. Вот, вот и задайте себе такой вопрос, а так мне это интересно. Тогда, если меня могут сбить, понимаете? На этом все. Я надеюсь, что вам это даст пищу определенную для размышлений, вот. Буду вам, соответственно, благодарен за обратную связь по моему ответу, да, позволит вам начать работу над собой, потому что вам это необходимо. Вот, поговорите с женой и обсудите, значит, ну, возможно, вероятность трудностей, которые вы, если вдруг увидите, да, в контексте, вот, того, о чем, например, я сказал. И обращайтесь на психотерапию для как раз вот проработки важных моментов, если вам кажется, что эти моменты важны. Потому что, ну, понятно, что само по себе оно не уйдет, вот, и понятно, что само по себе оно, ну, никуда не денется, не пропадет. Вот. Так что обращайтесь. На этом все. Удачи вам, всего самого доброго. Большое спасибо за интересный вопрос. Обращайтесь за помощью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Спасибо. Спасибо.